Выигрывай танки, премиум аккаунты и много-много золота на wotshop.net Всем привет, с вами Amway921 и в этом видео мы поговорим про еще один танк, который разработчики в недавнем патче перевели в HD качество. Это ПТ-САУ Германии 8 уровня, всеми любимый Райан Метал Бозих Ваффентрега. Обычно все называют его борщом и не стоит выпендриваться, нужно приобщаться. Тоже буду называть его борщом во всем видео. Собственно, еще интересная особенность. В немецких танках есть уникальный камуфляж для лесных карт, такой типа красненький, ну чисто борщовый, со следами сметанки, поэтому я вам настоятельно рекомендую использовать именно этот камуфляж для этого танка. Вообще, борщ, как и вся его ветка, являются в игре так называемыми стеклянными пушками, то есть очень мало брони и очень мощное вооружение. Ну и для начала глянем, что изменилось в коллижной модели у танка после перевода его в HD качество. Ну, кто-нибудь скажет, можно подумать, какая-то разница есть, 20 мм или 5 мм у него, вот такие толщины. Ну да, корма у танка потолстела. Была раньше 5 мм, как вся поверхность, то есть верхняя часть самоходки, теперь верхний бронелист нижний и верхняя часть кормы по 20 мм. Ну и вращающаяся рубка тоже 20 мм. Всё остальное, как и это, в том числе, картон картоном. Только на борще, пожалуй, гусеницы выглядят оранжевыми, а не какие-нибудь там зелёными. Забавно ещё, дырка в корпусе в коллижной модели присутствует, хотя на внешнем облике там вроде бы всё сплошное. Самый главный вопрос, наверное, для борща, это с какой пушкой играть. Одно из орудий 128 мм имеет не столь прям ошеломительный разовый урон, но тоже не маленький, и это орудие довольно комфортное во всём остальном. И так называемая фановая 150-мм бабахалка. Здесь есть и кумулятивы, которые всё пробивают, есть и ББшки с бронепробитием 215, но самое главное, есть разовый урон в 750. Об этой пушке пару слов сказать я обязан, потому что и поиграл и с тем, и с другим орудием, а в этом видео, в этом бою точнее, мы будем играть именно 128 мм. И дальше объясню почему. Но пока пару слов о 150 мм. Собственно, главная проблема у этого орудия это точность и время сведения. Точность 0,4, время сведения 2,7 секунды. То есть оно не годится для того, чтобы быстро развернуться и хлёстко кому-нибудь долбануть. Также у орудия очень, очень, очень низкая скорость полёта снаряда. Бронебойные летают со скоростью 645 метров в секунду, когда, например, вот той пушкой, которая сейчас в кадре, 920, то есть на половину больше. И кумулятивы, и фугасы у того 150 мм орудия ещё медленнее летают, 516. То есть разовый урон, это хорошо для бронебойного снаряда, например, с бронепробитием 215, или для кумуля подавно, но попасть ими очень сложно. Это первый вопрос. То есть вот когда выезжает на тебя 2 врага у каждых там под 500 хп, то ты вынужден 20 секунд перезаряжаться после убийства первого, а эта пушка перезаряжается за 11,5 секунд, и ты быстрее убиваешь двоих. Короче, фановый ствол, некоторые его ещё и на фугасах катают, 150 мм годится только для того, чтобы реально позабавиться. Как такового стабильного тащенства или комфорта, или, ну, скажем, то орудие, которое выручит вас в любой ситуации, я такого не скажу про него, потому что оно капризное. Им хрен пробьёшь, хрен попадёшь. Я имею в виду, что уровень боёв у нашего барща 8, 9 и 10, и если стреляя по восьмёркам ещё как-то живётся, то против девятых и десятых уровней с таким бронепробитием не швётся. И поэтому часто игроки либо фугасами стреляют только фофан, либо кумулями, но это дико дорого, хотя и пробивают они, конечно, диких 334 мм. При этом ещё небольшой, но важный аспект у бабахалки заключается в том, что масса той пушки несколько ниже, чем той, которая указана сейчас в бою. И при этом удельная мощность получается не 10, а 11 и 2 десятых. Это единственный плюсик. То есть альфа и удельная мощность у нас лучше. Я не знаю, какую пушку выбирать вам, потому что разные цели возможной игры, просто фугасами пострелять во всё, что шевелится, силуэт в принципе в какой-то мере тоже весело, но больших уронов и стабильных высоких у вас с этим вариантом не будет точно. А вот с этой пушкой 128 мм вполне себе. У неё единственный минус, как мы уже обозначили, это довольно-таки большая масса. Ну и по длине её это видно. 10 лошадей на тонну это очень медленно. Мы не можем крутить врагов, мы не можем быстро бегать, мы не можем менять фланги. И, как правило, мы приехали на какую-то точку и с неё уже лупим. У этого орудия что хорошего? Во-первых, скорость полёт снаряда мы уже разобрались, очень высокая. Во-вторых, альфа 490. Да, это не 750, но это тоже некий-нибудь там 200. Это огромные, внушительные цифры альфы. И вылетает очень часто, и под 500 с лишним даже. Это приятно. Точность 0.35 и сведение в 2.3 позволяет комфортно стрелять в принципе на любых дистанциях. Вкупе с скоростью полёта снаряда это действительно удобнее. ДПМ получается вменяемый, 2.560, это без досылателей оборудования. То есть, с таким как бы орудием вы отобьётесь от нескольких врагов и добить шотных им гораздо быстрее. И вообще, в этом бою ни раз, ни два сыграет то, что именно эта пушка помогла затащить. Ну, к сожалению, заспойлил немножко, но вы убедитесь в этом сами, да и это как бы не хитрость, и не секрет никакой. Однако, что с этим орудием, что с другим, углы вертикальной наводки одинаковые и небольшие. Пушка вниз гнётся всего на 5, но по кругу, без всяких там этих ограничений и скидок на заднюю часть корпуса там и так далее, а поднимается на 15. Обзор у нас 360 метров, показатель не выдающийся, но для ПТшек, в принципе, у многих он одинаковый. Хотя странно, вроде открытая рубка должно как-то поощряться. Обзором всё это, но в случае борща, это, наверное, уже по геймплейным, по всяким балансным соображениям было бы, наверное, перебором иметь какой-то сверх крутой обзор. Но вот, что есть у борща самое крутое, это маскировка. Это уже притчевоязыца, что борщ светится, борщ не светится. Борщ иногда не светится в таких кустах, что вы аж рот иногда от изумления раскрываете. Если борщу, экипажу борща вкачать маскировку, поставить сетку и поставить его в какие-нибудь нормальные кусты, которые работают, то борща иногда только рентгеном можно высадить, то есть тупо в упор. И это вообще имба. Борщ, который не светится, достал всех. То есть ты вроде бы лампочка загорелась, играешь на каком-нибудь там танке, а вокруг никого, что происходит. Тут хлысть тебе на 500 поперёк спины, и ты понял, где-то рядом борщ, который ещё и, кстати, после стрельбы иногда не светится. В общем и целом, эта ПТ-САУ не является кактусом точно. Это уникальная самоходка, которая позволяет нас столько интересно играть именно от орудия, именно от урона, не столько от скорости, и тут необходимо всё-таки понимать, куда вы едете, потому что брони вовсе нету, она ничем не танчит, по ней все стрелят фугасами, от арты, если будет прямое попадание, мы всегда уходим в ангар. Всё это ограничение, но орудие, оно стоит всего. Мы просто убиваем всё, что шевелится, если в нас не стреляют. То есть, если как в этом бою удается последним выстрелом врага отправлять в ангар, то есть, мне нужно дважды в него стрелять, то в этом равных борщу, пожалуй, нету. Главное, что ведь ещё и башня есть. Какое-то время, кстати, некоторые считали, а нужна ли вообще в нашей игре ИСУ-152, когда есть борщ с бабахалкой? Но поиграв на борще с бабахалкой, разница в бронепробитии у них колоссальная. Здесь 215 мм для ББшки, у ИСушки 270, там что-то с лишним. Ну, то есть, очень много я на память не помню. Но факт в том, что скорость полета снаряда, траектория и бронепробития у ИСУ гораздо. И там нет вообще проблем ни с кем. Стреляешь чуть ли не в силуэт и почти всё пробиваешь. Здесь далеко не так. Даже кумулями очень часто снаряды летят в гуслепы в экраны и какого-то желанного прямо нагиба вселенского не происходит. Вообще, кстати, если немного отстраниться и глянуть в историю этой ПТшки, изменение её бронирования с верхней части кормы на 15 мм вверх это единственное положительное изменение за всю её жизнь. И это, наверное, большое событие, потому что борща, напомню, ввели в патче 8 и 9, а в 9.2 уже понерфили. ДПМ обрезали, но не сильно, всего лишь на 0.6 секунды и именно для этого орудия. Раньше оно перезаряжалось и вовсе за 10,9 секунды, сейчас, напомню, за 1.5. Но и то, и другое неплохо, точно. Ну, а мы давайте досмотрим бой. Здесь интересно, наш Носхорн по олене отправился светить кого-нибудь, в итоге нашёл свою погибель, подсадился от арты и его челленджер расстрелял. До этого наш интенпанцер, который делал всё верно, стал на захват, подсадился прототипом и его артиллерист пристрелил. То есть мы сейчас по факту 2 на 2. Наш союзный коричневый становится в круг и начинает врага приманивать с захватом. Я пытаюсь перехватить челленджера, но он оказывается уже далеко в своём собственном тылу находится и партизанит здесь. И вот ситуация, стреляю я тут с пушки с Альфой 750, я бы всё равно парня за один выстрел не пристрелил. А с 20 секунд он пропал бы из засвета уже давно и возникла бы большущая проблема у меня на два фронта воевать. Но с этой пушкой проблем не возникло, перезарядка быстрая, челленджер не отсветился и отправляется в ангар. Дальше отправляюсь искать коричневого, он сам себя выдал, зачем-то проехал по нашему кругу и не оставил себе тупо шансов. Если бы он в круг не заехал, я бы поехал его куда-нибудь искать, возможно не нашёл и была бы ничья. Так, 30 секунд до конца боя успеваю и всё неплохо. Ну, а борщ что? А борщ супер? Вот что. На сегодня у меня всё, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем пока!